Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Профессиональных спортсменов Кубка Республики Беларусь Северный регион на этой стадии Розыгрыша представят две команды Футбольный клуб Витебск и Макслайн Соперником Витеблян будет сосед Путурнирной таблице ВК Гомель Команды занимают шестое и седьмое место В турнирной таблице Представитель первой лиги Макслайн Памерится силами с Мозорской славией Которая находится на пятой строчке в розыгрыше Кубок Гагарина в Витебске Хоккеисты стали первыми, с кем встретился Владислав на родной земле. Во дворце спорта организовали автограф-сессию чемпиона и фотозону с главным трофеем КХЛ. С исполнением заветной мечты земляка поздравил глава региона Александр Субботин. Реально хорошая традиция. Даже уже я на самом коротком отрезке жизни в Витебске на этом посту. Уже третий кубок мы поднимаем, приподнимаем. Пусть так-то будет дальше. Надо, конечно, хоккей чуть развить. И в планах есть как-то и больше помощи оказывать клубу. И дополнительную ледовую арену построить для тренировок. И здесь чуть-чуть больше освежить. Не все сразу, но хотелось бы добавить все быстрее и быстрее. И вообще этот райончик сделать одним из самых цветущих и замечательных дел. Я отыграл три года в Минске. Поступило предложение от Металурга. Решил продолжить карьеру там. Но от такого мало кто отказывается. И в целом мы сейчас видим, что главный трофей у меня. Поэтому это был правильный выбор. И если даже оценивать сезон, то как можно его еще по-другому оценивать, когда вы чемпионы. В Металург ты всегда приходишь побеждать. Эта команда всегда нацелена на трофей, на кубок. Поэтому я туда пришел. И в этом клубе всегда за самые высокие места борются. И задача только кубок. Для спортсменов областного центра становится доброй традицией коллекционировать хоккейные кубки. Хакавитебск является двукратным обладателем кубка Руслана Салея и действующим победителем турнира. Теперь витебляне увидели и главный трофей континентальной хоккейной лиги – кубок Гагарина. Хоккейный клуб «Витебск» провел первый товарищеский спарринг в этом сезоне. Соперником наших земляков стал Смоленский Славутич, который в этом году впервые будет выступать в Белорусской экстралиге. Поединок прошел под диктовку подопечных Романа Юпатова. Они одержали уверенную победу со счетом 8-2. Первый товарищеский матч витебляна в нынешнем сезоне вызвал неподдельный ажиотаж у болельщиков. Ледовый дворец заполнили любители спорта. Их ожидания от выступления клуба в Кубке и чемпионате Белоруссии довольно высоки. Ждем только Кубок Салея обязательно, третий подряд. Ну и, конечно же, чемпионство в сезоне обязательно. Хотелось бы удачного выступления в Кубке. Я так думаю, это прежде всего уже витебский такой традиционный турнир. Ну и хотелось бы, конечно, чтобы команда немножко более зубата, что ли, выступила по окончанию уже гладкого чемпионата. И в плей-офф удачного выступления уже хотелось бы не только Кубок выиграть, но и чемпионат. Ну, как всегда, каждый сезон мы ждем от команд победы. Побед, побольше побед. Выиграть для начала Кубок Салея. Ну и, конечно же, регулярочку. И Кубок Президента в конце. Директор Витебского хоккейного клуба Руслан Солодкин позитивно оценивает выступления команды в прошлом сезоне. Планы амбициозные. В начале июля команда вышла из отпуска. Тренировочный процесс начался довольно интенсивно. В прошлом году мы попробовали все изменить, потому что, как практика показывает, 30-километровые марши, они нам не нужны абсолютно. Мы же не воздушно-десантные войска, поэтому все-таки лед для нас ближе и важнее. Но вот в прошлом году попробовали, получилось. В этом году то же самое решили. Я так думаю, что не только мы одни, уже все отходят от этой практики. Но это все равно не исключается земля, потому что все упражнения, которые физически были, это был тренажерный зал, зал, там улицы, игровые моменты, все это было. В период межсезонья команду покинул ряд ведущих игроков. В результате селекционной работы состав «Медведя» обновился на 50%. И что важно, шанс проявить себя получили молодые хоккеисты из фарм-клуба «Витеблян». Мы взяли 10 человек наших молодых с фарма ребят, которых планируем задействовать во всех товарищеских играх. Кому-то дать побольше полегать, кому-то поменьше. Мы всем будем давать шанс. Все-таки это наши воспитанники. Мы на них рассчитываем, надеемся, что все-таки они закрепятся в первой команде. Смоленский Славутич в этом году получит первый бесценный опыт выступления в белорусской экстра-лиге. Испаринг-партнера россияне выбрали не случайно. Обладатель двух кубков Руслана Салея показал уровень отечественного хоккея и проэкзаменовал соперника. Команда молодая. Очень интересно посмотреть свой уровень. Как ни странно. Потому что это первая товарищеская игра в рамках предсезонных сборов, подготовки. И сегодня прям хороший такой будет показательный матч с точки зрения нашего реального уровня. Тех уровня тех кандидатов, которые сейчас у нас находятся на просмотре. Поединок прошел с перевесом витеблян. Когда счет на табло был 3-0 в пользу хозяев, россияне заменили голкипера. Только это никоим образом не повлияло на боевой настрой медведей. Они уверенно довели матч до победы 8-2. В ответном поединке победу праздновали смоляне с минимальным счетом 1-0. На этой неделе Брест станет местом проведения чемпионата Республики Беларусь по стрельбе из лука. Также в городе над Бугом будет проводиться открытый чемпионат и первенство страны по легкой атлетике в эстафетном беге и многоборьях. Новополоск примет Кубок Белорусской Федерации Биатлона, а в Витебске пройдут республиканские соревнования по велосипедному спорту в памяти заслуженного тренера Анатолия Трибуля. В понедельник, 22 июля, в Бресте стартуют открытые чемпионаты первенства Республики Беларусь под легкой атлетике в эстафетном беге. Параллельно здесь будет проводиться открытый Кубок и открытое первенство страны по многоборьям. В обеих дисциплинах выступят спортсмены Витебской области. Представители северного региона готовы бороться за медальный пьедестал и составить достойную конкуренцию сильнейшим легкоатлетам нашей республики. Идем дальше. Во вторник, 23 июля, также в Бресте пройдет чемпионат Республики Беларусь по стрельбе из лука. На огневые рубежи выйдут и витебские стрелки. В прошлом году они хорошо зарекомендовали себя на республиканской арене. И теперь нужно доказать, что это не было случайно. И завершу спортивный анон соревнований, которые пройдут в Витебске и Городке. Это этап открытого Кубка страны, республиканские соревнования по велосипедному спорту. В памяти заслуженного мастера спорта Анатолия Трибуля. В рамках соревнований планируется провести первенство северного региона в программе Олимпийских дней молодежи среди детско-юношеских спортивных школ. И на этом у меня на сегодня все. Я с вами прощаюсь. Будьте здоровы. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова